Что такое реализация? Это отражение света от горной породы лабрадолита. В обыкновенном лабрадолите на метр квадратный порядка 50 глазков георизирующих. Суть проекта Николай. Вырезать эти глазки 50 штук, 30 штук на квадратный метр. И сконцентрировать до 1500-2000 штук на квадратный метр. И получается вот такая картина. Что же вы видите темное? Это тоже ирезация, только под другим углом. В пределах 30 градусов это все горит синим цветом. Называется это семи прессиози по-итальянски, это дорогой камень. Ну, точная ситуация. Занимаюсь этим проектом 18 месяцев. Отработал технологию. В процессе отработки технологии сделал два, ну скажем так, раз предложения сам для себя. И сейчас занимаемся оформлением патентов на эти два раз предложения. В тестовом режиме сделал три образца. Из них один довольно большой, тот который вы видели. И проучаствовал в двух выставках международных в Вероне. Это самая крупная мировая выставка камней обработки. И в родствове в Польше. С целью посмотреть, по чем можно продать, кому можно продать, какие технологические нюансы там вылазили и так далее. И веду активные переговоры с двумя итальянскими, скажем так, мощными посредниками, которые в принципе готовы это купить. Сейчас пытаюсь их раскрутить на, скажем так, на юридический документ, протокол о намерении. Это как бы второй вид. Это из отходов первого еще будет получаться такой вид. Первый назывался торнадо блю, это называется маро блю. Еще раз повторяю, это делается из отходов первого производства. Для того, чтобы максимально утилизировать саму продавец. Его примерно 25% будет получаться от общего объема. 30 секунд. Потребители это в основном в двух видах. В тонкой плите это лифты, корабли, самолеты. В толстой плите это в основном кухни, ванная комната, туалеты, офисы и так далее. Пожалуйста. Конкуренты. Конкуренты в Украине нет конкурентов, поэтому никто в Украине не делает. С украинского говорит, что вообще этого никто не делает. Каковых конкурентов нет. Делают с Маданскарского, таких фирм порядка двух десятков в мире. Но он совершенно другой продукт. Время, давайте к деньгам. К деньгам. Инвестору предложение, еще по рынку скажу, что такое там был такой вопрос. 7 миллиардов населения, 70 миллионов самых богатых, это как раз рынок. А годовая производительность всего нам всего 750 квадратных метров. То есть очень низкая производительность труда, индивидуальная. Ну, предложение по финансам. 198 тысяч евро инвестиций. Покупаемость 2,5 года. Предложение инвестору 50 на 50 и 100% отдать продажи инвестору. То есть готовы на то, чтобы фирма там на западе принимала этот весь товар. То есть абсолютно прозрачная схема. То есть инвестор будет видеть все продажи. Ну, пожалуйста, власть. Спасибо большое. Вопросы? Первый вопрос. А они не имеются для чего? Где-то 75% это закупка оборудования и первой партии эпоксидки. И оборудование. А вы с собой образца не взяли, что последний? У меня образец сейчас находится в Италии. Вернее, в Польше после выставки. Маленький? Нет, он довольно тяжелый, я так сказать. Не право. Есть на фото. Если качественное фото с компьютера, то там достаточно хорошо видно. Уже лицензия? Нет, на лицензии на этот товар они требуют. И на лицензию на добычу у вас даже не имеют? Нет, идется о переработке отвалов существующих лабрадоритных карьеров. И переработка того камня, который уже выкинули в отвал. Скажите, пожалуйста, я правильно понял, что вы из крошки лабрадорита будете склеивать цельный камень? Нет, неправильно. А что вы собираете? На отвалах лабрадоритных карьеров берутся блоки, выброшенные по разным причинам. Благическим, визуальный анализ, там есть, бракуются по резации, по кроплениям коалина и так далее. Вот этот бракованный камень распиливается на полосу. Из этой полосы операторы и монтажники вырезают иризирующие глазки. С помощью специальной стенд становится 30 градусное ограничение осмотра, чтобы больше угол не было. Потому что вот как раз первые образцы у меня не получались из-за угла. А с этими глазками что вы будете делать? Когда они вырезаются, они клеятся на основании, только уже одно к одному. Плотно. Верните, там, первый снимок. Верните, пожалуйста. То есть вы делаете мозаику из глазку? Типа того. Можно назвать мозаику, можно назвать пазлой, как, по-моему. Этот образец... И вы предполагаете, что вот такая мозаика будет продаваться лучше, чем натуральный лабораторитный камень? На выставке в Вероне я позиционировал по 1000 евро за квадратный метр. Итальянец, который со мной сотрудничал, был такой договор с ним. Он выставлял этот же сляп, приглашал своих клиентов и продавал тут же по 1400. Минуя как бы наш менеджмент. Была такая договоренность, это было все честно. Сержант, а вот в интернете есть вот продается по 77 долларов, по 200 долларов различных тарифов? Продается лабораторит. Кстати, в названии тут скралась ошибочка. Я не предлагаю производить сляпы лабораторитные. Я предлагаю производить сляпы эксклюзивные, клееные к лабораторитным. Эксклюзивное слово пропущено. Это довольно редкая вещь. К сожалению, время вышло. Благодарим.